За последний год долги за потребленный газ в республике увеличились на 30%, достигнув полутора миллиарда рублей. Больше 90% долга приходится на Чебоксары, Шумерлю, Канаш и АллатРь. В чем причина сложившейся ситуации, выясняли на видеоконференции с участием глав муниципалитетов. Сумма, не оплаченная поставщикам за потребленный газ, почти полтора миллиарда рублей. Почему растет задолженность? С этого вопроса глава Чувашии начал видеоконференцию. В ближайшее время начнется газификация за Волжью за счет инвестиций Газпрома. И долги за газ могут стать основной проблемой. Сложившаяся ситуация – результат малоэффективного менеджмента, считает генеральный директор Газпром Межрегион Газа. Честно говоря, в этом вопросе мы в лидерах как при Волжском федеральном округе, так и в Российской Федерации. Ну, просто хочу задать вопрос самому себе и главмуниципальным образованием. Почему? Одни муниципалитеты решают вопрос, одни муниципалитеты не только решают, а вообще наращивают долги. Нет организованной работы. Между тем, в Канаше вопрос решают кардинально. На днях там открылась кампания по выселению неплательщиков из квартир. Михаил Игнатьев заслушал отчеты глав администрации муниципалитетов, допустивших рост долгов. И поручил обсудить эту проблему на координационном совещании по обеспечению правопорядка. Мы встретимся с участием прокурора, с участием руководителя правоохранительных органов, пригласим глав, где ситуация ухудшается. Ну и, соответственно, пригласим руководителя тех организаций, включая учредителей этих организаций, которые будут отвечать. Еще одна тема, которую обсудили на совещании – жилищное строительство. По данным Минстроя, в этом году в Чувашии будет введено в эксплуатацию более 600 тысяч квадратных метров жилья. Это в том числе 460 тысяч по многоквартирным домам, 170 тысяч квадратных метров по индивидуальному жилищному строительству. В первом полугодии введено в эксплуатацию 157,8 тысяч квадратных метров общей площади жилья, в том числе 118 тысяч квадратных метров по многоквартирным домам и 39 тысяч по индивидуальному жилищному строительству. В ходе совещания обсудили и реализацию республиканской программы переселения граждан из аварийного жилья. С 2013 по 2017 годы предусмотрено переселение 4,5 тысяч республиканских семей. В настоящее время программа выполнена на 75%. Михаил Игнатьев напомнил главу муниципалитетов, что переселение граждан находится на постоянном контроле президента России. И выполнение программы – вопрос первостепенной важности. Дарина Игнатьева, Андрей Спиридонов, Республика.